Отличное здоровье, идеальная фигура и, конечно, хорошее настроение. Этим утром узнаем секреты зимних пробежек вместе с тренером Владимиром Журавлевым. Ну что, побежали? Побежали. Датские ученые утверждают, что всего два часа бега трусцой в неделю увеличивают продолжительность жизни примерно на шесть лет. Кроме того, около ста условных килокалорий можно сбросить за километр. Однако бегать трудно, скажут многие, болят мышцы и суставы. А все потому, что бегать нужно грамотно. Необходимо по самочувствию это начинать хотя бы с 15-20 минут. Если чувствуешь, что силы покидают, можно переходить на шаг. Если касается на улице, лучше тогда на шаг не переходить, а просто медленно-медленно трусись. Со временем вы определитесь с комфортным для вас темпом и расстоянием. Не забывайте о растяжке после пробежки. Для вас специальные упражнения, которые помогут сделать тренировки более эффективными. Просто сделать наклончики к правой ноге, вперед, левый. Наклоняться, по поворотике сделать. С беговых упражнений первое – это перекат из пятки носок, просто размять стопу. Все, заклез голени. Колит в боку, пересыхает во рту. На самом деле, все это следствие неправильного питания. Обязательно каждые 15 минут пейте воду. Сохранение водного баланса организма держит в норме выработку жиров, которые заполняют пустоту в коленных суставах. И вы не будете чувствовать никакой боли. Обычно бегуны стараются покушать овсяночки вместе с фруктами. Но это все должно быть за 30-40 минут до пробежки, чтобы не было тех же самых покалываний в боку. Если такое случилось во время пробежки, можно остановиться, попрыгать на противоположную стороне, либо делать выдох во время бега на противоположную сторону, где болит. Пробежки на свежем воздухе повышают иммунитет, стрессоустойчивость и заряжают нас бодростью на целый день. Однако, во избежание травм следует правильно выбирать обувь. Для новичка именно брать с утолщенной подошвой, чтобы было мягче приземление и не травмировать ни суставы, ни колени. Вот это очень важно. Но выбирать необходимо с агрессивным, скажем так, протектором, чтобы обувь не скользила. И стараться выбирать трассу, которая, скажем, уже почти знакома, чтобы не достать, не подвернуть ногу, ничего. Вот эти жизнерадостные люди свои тренировки всегда начинают с разминки. Специально для подготовки к Минскому полумарафону Белорусская Федерация Легкой Атлетики решила организовать беговое движение «Фоллоу Минск» и создать одноименную группу в социальных сетях. Так, на беговых дорожках Центра Олимпийской Подготовки по Легкой Атлетике встретились люди разных возрастов и профессий, но объединенные одним желанием – здорового образа жизни и достижения новых высот. Прийти на тренировки к Владимиру Журавлеву может любой желающий абсолютно бесплатно. Сегодня на тренировке у нас было порядка 60 человек именно на тренировке, а вообще в группе очень много, у нас там порядка 4,5 тысяч человек. В среду у нас в 19.30 проводятся тренировки, в субботу в 13.30. В среднем зимой, конечно, поменьше, где-то около порядка 5-6 километров, да, летом уже побольше, там уже выходим уже как бы к подготовке, километров по 10, есть по 12. Коллективные такие занятия дают очень огромную такую мотивацию не лениться, как-то совершенствоваться, расти над собой. На таких занятиях мы можем получить еще и как бы знание о правильной технике бега. Раньше думал, что вообще бег – это не мое, то, что я не смогу даже километра пробежать. Меня это сподвигло пробежать свой первый полумарафон, но хоть это и не полумарафон, а 5 километров, но я рад, что я смог преодолеть эту дистанцию. Бег для меня – это удовольствие, расслабление, разгрузка эмоциональная, помогает справиться с ненужными мыслями. Спортивные навыки не имеют никакого значения. Главное – желание. И в этом убедились Анастасия Макеева, Игорь Синюта, специально для студии «Хорошего настроения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова